Приветствовать вас на канале Саша и Вера деревни в Чувашии. Сегодня я хотел вам показать, как я делал прививки на плодовые деревья, в частности яблоки. У нас вот есть такая классная яблонька, которую нам скорее всего придется убрать. Вон там вот на заднем плане, кстати на переднем плане тоже вот это вот яблоня, это анис. Смотрите, от земли растут несколько стволов, то есть это неправильно. Крорно сформировано вниз, ну совсем верно. Нас интересует яблонька, которая стоит за ней, вот там она сзади. Ну примерно такая ситуация, там три ствола видите, из земли вырастают. Вот эта развилка, которая образуется между тремя стволами, там происходят такие нехорошие явления гнилосные. Там как воронка получается, вот эта вот развилка из трех веток, из трех стволов. В ней накапливается всякий мусор. Ну то есть постоянно стоит там вода, и деревья от этого страдают. Но яблоньки, у яблоки, у этой яблони, вот дальний, очень вкусный. Ну наверное штрейфинг, я так предполагаю, мы с Верой предполагаем. А на переднем плане, наверное низ мы предполагаем, потому что характерные такие яблочки тоже неплохие, но они ранние, быстро проходят, долго не хранятся. Небольшие яблочки. А вот эта дальняя, которая, штрейфинг, там уже крупные, такие красивые, вкусные, сочные яблоки. Вот. Короче, эти яблони, яблони мы хотим немножечко привить к другим. Здесь вот есть яблонька. Такая дурная яблоня, невкусная, не знаю, типа, типа китайки, короче, какая-то, понятно. Вот эта яблонька тоже не очень, понятно. Но на ней я уже позапрошлом году сделал прививку и хотел показать. Вот я такие бантики оставлял. Вот в этом месте, а, вот в этом месте прививка сделана. Вот видите, такой срез был косой. Отматан тут изолентой. И вот это вот получается привитая веточка. Привой, подвой, приой, я так понимаю, это вот это дерево, а подвой, это вот эта вот веточка, которая, которую мы привили. Вот она уже утолщилась в размере, вот эта ветка, и это, соответственно, за два года. Вот. Второй. Вторая здесь прививка на этой яблоньке, вот она. Тоже неплохой результат. Сейчас покажу. Ну, получается, вот наклонная такая линия. Ну, и все, соответственно, вот эта вот новая веточка. Не сказать, что там идеально она приживается, но, в всяком случае, побег дала. Вот здесь вот еще, вроде бы, должен быть его тут, задний, должен быть. Вот такие щипцы выписал в Алиэкспрессе. Так он работает. Ну, во-первых, вот здесь вот на конце, видите, типа ножницы. не фокусируется. И фокусируется. Вот. С помощью него хорошо, удобно обрезать эти веточки. Но, во-вторых, здесь вот, так же показать, чтобы освещение было хорошо. Вот здесь вот нож такой фигурный имеется. Вот. В такой конфигурации. Раз. Изогнутая такая получается лезвие. Вот он, получается, режет под таким углом. Таким образом, режем и подвой, и привой. Вот. Таким образом. Вот. В такой конфигурации. Потом совмещаем эти росточки. Вот я один уже, одну привилочку сделал. Вот сейчас вот это. Постараюсь еще сделать похожую прививочку. И показать ванну. Так. Вот этот защитили сделать. Тут тонкий. Смотрим. Оп. Посмотрите. Ну и вот. Сделал, значит, здесь. Такое подрезание. Сейчас мы эти два участка. Видно, не видно? Сейчас вот эти два участка будем совмещать. Вот так вот. Раз. Так вот будем совмещать. Единственное, что сейчас я подрежу сразу длину. Раз. Два. Три. Три где-то вот этих побега оставлю. Остальное обрежу кончик. Ну вот я совмещаю эти два кусочка. И сейчас просто обмотаю изолентой. Валим. Доварим такие плотно. Посмотрим, что получится из этого дела. Ну вот так вот получилось примерно. Подрезаем. Добавил. Смотрим. Валим. Сейчас попробую сделать вот на этой веточке прививку. примерно из этого подвоя. Ну вот, примерно получилась вот такая штучка. Здесь вот такая штучка. Сейчас будем совмещать ее. Ну вот, примерно вот так получается. Конечно, толщина этой ветки получилась чуть больше, чем этой. Но, надеюсь, сейчас я обтяну как следует изолентой, чтобы ни мусор, ничего не попадали и грязь сюда. Постарайся. Надеюсь, что привычка выживет. Ну вот так вот получилось. А вот эта яблонька пересаженная позапрошлым году на это место впереди старого дома. Я ее, конечно, вот обрезал. Может быть, не совсем правильно, но она что-то у нас болела после пересадки. Первый год как бы подсыхала. Но в результате моей обрезки, может быть, она немножко отдохнула хотя бы, потому что не пришлось ей, как говорится, кидать эти листья и ветки новые. Здесь видны попытки прививок. По-моему, тут Вера прививала. Кажется, а может и я. Я сейчас не помню, но может и я. В общем, но они тут неудачные. Приливки получились. Сейчас хочу попробовать прививать на эти нижние веточки. На это можно, на это можно. Кстати, вот эту веточку попробовать может быть, чтобы, если пойдет эта яблоня прихватится, то все остальное можете убрать и оставить эти витки, которые у нас удачно прирастут, привьются. Такие дела. Сейчас попробую, значит, вот эти вот нижние веточки подрезать. Ну вот, обрезал я и вот так вот совмещаю. Совмещаю. Сейчас вот буду обматывать изолентой. Ну вот, примерно вот так получилось. Будем надеяться, что благополучно приживется. Это, конечно, веточки удачные, ближе к стволу прям. Если они бы принялись, то весь остальной ствол можно было бы убрать. Тогда бы крона бы формировалась из этих привитых веточек. Тогда бы было бы чудесное дерево. Ну вот, на стволе еще веточку нашел. Попробую к ней привить, что получится. Таким образом сейчас с вами еще и замотаю. Ну вот, примотал. Это, получается, пятая уже прививочка. Ну вот, получается, я сейчас на этом дереве сделал семь прививок. Семь, хорошее число. Надеюсь, что-нибудь получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok